В Астане стартовал азиатский межпарламентский форум по вопросам науки, технологий и инноваций. В нем принимают участие представители 25 стран и 10 международных организаций. За работой конференции продолжает следить наша съемочная группа. На прямую связь с нами выходит Иван Тулинов. Иван, скажите, какие заявления прозвучали к этой минуте? Алмаз, как ожидалось, азиатский межпарламентский форум открылся с приветственного слова председателя Мажелиса Нурлана Нигматулина, он отметил, что с первых дней независимости Казахстан налаживает сотрудничество с азиатскими странами, в частности со странами исламского мира. Спикер выразил надежду на то, что форум сыграет роль в еще большем укреплении сотрудничества между государствами. Также Нурлан Нигматуллин отметил, благодаря Назарбаев университету и парку инновационных технологий в Казахстане проводится работа по формированию современных кластеров в научной сфере. Также свою роль играет президентская программа Булаша, которая способствует подготовке специалистов в этой области. Как меняется подход к подготовке кадров в сфере науки и технологий в Казахстане, мы поговорим с заместителем председателя комитета по науке Министерства образования и науки Аскаром Жаркеновым. Здравствуйте. Скажите, вот в Казахстане насколько активно, вот по вашему мнению, развивается инновационная, технологичная, научная сфера? Потому как, если признаться, внешне работа, так сказать, она не очень активно видна. Есть какие-то проблемы в этой сфере? Я могу сказать, что в Казахстане инновационные исследования, затем получение результатов и приложение их применения к практике, они на самом деле никогда и не останавливались. Такое впечатление создаётся, что, возможно, у нас эти работы не очень активны. Я приведу несколько примеров на вскидку. Но институты Айтхожные, там очень крупные работы, современные. Это по определению геномных маркеров предварительных распознавания заболеваний, а также предрасположенности. Есть очень сильные работы в институте Горения проведены. В институте прикладной вычислительной математики, это институт Кали-Молдаева, там очень хорошие работы по моделированию проводятся, работы по криптографии, защите информации. Но эта сфера такая сейчас очень актуальна. Поэтому сказать, что у нас такие работы не велись или велись, недостаточно, я бы так не сказал. Дело в том, что всё-таки сегодняшний форум, видимо, текущий форум должен этому поспособствовать, что эти работы, во-первых, недостаточно известны, раз. Второе, всё-таки в наших учёных недостаточно опыта применения, приложения этих результатов в практике. Поэтому мы рассчитываем, что этот форум будет способствовать и нахождению новых партнёров по взаимодействию, по приложению. Ну и два слова, может быть, почему наука, она вот рассматривается именно на межпарламентском, вроде как там законодатели работают. Но дело в том, что есть работы американских экономистов, в частности Рональда Коуза, где говорится, что очень большое значение для продвижения науки и приложений и вообще экономики играет правособственность. То есть это момент юридический, законодательство, и поэтому межпарламентское взаимодействие, оно должно продвинуть активизацию наших научных инноваций, в частности, закон о коммерциализации и закон о науке, это ВРК. Ну, мы на это рассчитываем. Хорошо, спасибо большое. Ну, в принципе, о роли форума вы тоже сейчас подчеркнули. Я напомню, что целью сегодняшнего форума является укрепление взаимодействия для развития образовательного и научного потенциала стран-членов Организации Исламского Сотрудничества. Перед парламентариями ставится задача привлечь внимание к развитию общества, основанного на знаниях, внедрению передовых технологий для экономик стран-членов КОИС. Отмечу, что особое внимание на нынешнем форуме будет уделено развитию зеленых технологий и переходу к зеленой экономике в преддверии проведения международной выставки ЭКС по свою позицию по этому вопросу представит и Казахстан. Форум продлится в течение двух дней. По его окончанию будет принят итоговый документ под названием «Астанинская декларация по укреплению межпарламентского и исламского сотрудничества в области науки, технологий и инноваций». Пока на этом все. Алмаз, вам слова. Спасибо. На прямой связи с нами был наш корреспондент Иван Тулинов, а мы переходим к другим темам.